Добрый день, друзья! Вы на канале Тактик Медиа, с вами Архивная Революция, я Михаил Тимин, и сегодня у нас в гостях военный историк Игорь Движков. Игорь, приветствую! Здравствуйте! Ну, наконец-то вы до нас добрались в этом году. Рад с вами сотрудничать и за свой очередной цикл наших рассказов. Уважаемые друзья, мы начинаем цикл рассказов о операции 5-й танковой армии генерала-майора Лизякова. В основу этих рассказов вложатся события книги, которую я выпустил примерно 10 лет назад. Вот такая большая книга «Генерал Лизяков и его армия». К сожалению, она вышла очень маленьким тиражом, буквально 300 экземпляров, и сейчас она библиографическая редкость. И, начиная наш рассказ, я бы хотел, так сказать, обратиться к вам с вопросом, была бы эта книга вам интересна? Нам надо решить и понять, стоит нам ли заморачиваться, затеваться с тем, чтобы переиздать эту книгу, нужна ли она. Поэтому нам крайне важно знать ваше мнение и, пожалуйста, пишите в своих комментариях, высказывайте свое мнение. Потому что именно на основании ваших мнений, ваших комментариев мы, собственно говоря, и будем принимать дальнейшие решения по поводу этой книги. Я-то думаю, что в любом случае люди поддержат, просто исходя из-за того, что вы сами видели операция Блау, какой эффект имела на тех же наших мероприятиях. Ну, я рад, если эта тема вам понравилась и этот цикл лекции был интересен. Несколько слов об этой книге и о событиях, о которых мы будем рассказывать. Я давно занимался темой 5-й танковой армии, темой генерала-майора Лизюкова. Книга эта далась мне очень непросто. Сам сбор материалов и само написание, наверное, потребовали больше 20 лет. Я начинал собирать материалы к этой книге, когда еще был студентом молодым, так сказать, как я пишу. Я был примерно ровесником рядовых бойцов. А когда я закончил эту книгу, я уже был старше ее командующего тогда 42-летнего генерала-майора Лизюкова. Конечно же, это была большая работа, которая была время затратна. Мне приходилось ездить и по местам боев, и в архивы. И в те времена, когда я начинал писать и собирал материалы, далеко не все документы были доступны исследователям. Многие были недоступны, засекречены. Какие-то документы и таковыми сейчас остаются. Более того, что-то назад засекретили. Поэтому это было непросто. И тем более надо понимать, наши уважаемые друзья, что сейчас, конечно, когда появился сайт «Память народа», любые исследования стали гораздо проще. Клик, мышки, и ты получаешь нужный тебе документ. Правда, далеко не все документы есть. В те годы мне пришлось писать это в тетрадку, от руки записывать, нумеровать страниц, создавать тетрадку на проверку. Такие были времена. Тем не менее, я очень рад, что этот опыт был у меня. Я много лет ездил в архив, знаю его специфику, работал там сам лично. И многие документы я там лично видел, прям держал своими руками, ощущая вот это трение бумаги. Причастность. Я, в частности, видел подписи многих полководцев, прям их подлинные подписи на бумаге. Это, конечно, производило впечатление. Итак, уважаемые друзья, мы начинаем цикл этих рассказов об операции 5-й танковой армии. Сразу скажем, что операция эта нашла достаточно неоднозначное освещение в нашей литературе. Я бы сказал так, что полководцы так или иначе причастны к этой операции, писали о ней вскользь, нехотя, как бы мимоходом. Более того, когда мы сравниваем их, так сказать, оценки, мы видим, что они высказывали очень неоднозначные суждения по поводу своего участия, своего отношения к этой операции. Кто виноват в том, что было произошло, почему все пошло так, как оно пошло. В общем, в советское время, в отличие от трудов про победные операции, конечно же, вот эти бои оставили очень незначительный след. И приходится часто продираться сквозь вот эту вот мемуарную, так сказать, мемуарные заросли, чтобы на основании документов понять, как все было, обстояло на самом деле. Некоторое предисловие. Мы знаем с вами, что в ходе боев 41-го года советские танковые войска понесли большие потери. И если там крупные единицы были танковые корпуса, механизированные корпуса, вернее, то из-за тяжелых потерь уже примерно к осени 41-го года самым, пожалуй, крупным танковым объединением в Красной Армии стала танковая бригада. Вот дивизии еще оставались. Дивизии оставались, да. Но основной единицей стала танковая бригада. И так продолжалось до весны 42-го года. И только по мере того, как советская промышленность наладила выпуск танков, поступали какие-то первые поставки по Ленд-Лизу, общее увеличение численности танковых войск в Красной Армии наконец-то позволило Ставке поставить вопрос о формировании крупных танковых объединений больше, чем танковая бригада. И первые корпуса в Красной Армии появились уже в апреле 42-го года, а в мае они приняли участие в первых боях, ну, под Харьковом. Вскоре стало ясно в Ставке, что надо делать еще более крупные объединения и составлять из танковых корпусов танковые армии. И решение о создании танковых армий было принято в Ставке в мае месяце. 25-го мая поступила первая директива о формировании первых двух танковых армий. Но номера у них были не первая, вторая, а третья и пятая. Командиром третьей танковой армии стал генерал Романенко, а командиром пятой танковой армии был назначен генерал-майор Лизюков. Надо сказать, что в это же время формирование этих танковых армий совпало с очень важным моментом в структуре танковых войск. 29-го мая поступил приказ о реорганизации танковых бригад. И если раньше танковые бригады были смешанного типа, то есть там могли быть танки ИКВ, Т-34 и легкие Т-60, то теперь они приняли решение, что в танковом корпусе должны быть две танковых бригады, вооруженные средними танками и легкими. И все тяжелые танки ИКВ эти бригады передавали в состав третьей танковой бригады. И таким образом в танковом корпусе насчитывался 181 танк, из них 24 КВ, 88 Т-34 и 69, 70 иногда было танков Т-60. Ну и таким образом в пятую танковую армию вошли 2-й и 11-й танковые корпуса, плюс была резервная танковая бригада 19-я, и общее количество танков в пятой танковой армии составило 427 единиц. Армия формировалась в июне уже месяце, ну вот начиная с конца мая, начало июня, и дислоцировалась она юго-западнее города Елец. Причем формирование армии затянулось, но к сожалению не хватало кадров, и Лизюкову с комиссаром Туманяном приходилось часто брать на себя функции им несвойственные, то есть какие-то административные, там тыловые и так далее. Ну в частности я должен сказать, что директивой ставки срок готовности управления был назначен 5 июня, но только 11 июня прибыл начальник штаба, начальник оперативного отдела, а начальник тыла прибыл аж 23 июня. То есть все эти вопросы, так сказать, так или иначе, хотел он или и хотел, вложились на генерала-майора Лизюкова. И вот в такой обстановке армия формировалась, еще раз скажем, в юго-западнее города Елец, и в середине июня поступил приказ, неожиданный, наверное, для них, о переброске 5-й танковой армии в новый район дислокации, это был район северо-западнее города Ефремов. А здесь нам, уважаемые друзья, надо сказать все-таки подробнее, наверное, о генерал-майоре Лизюкове, о командующем армии. Конечно, выдающуюся личность. Александр Ильич Лизюков родился 26 марта 1900 года, родился он в Гомеле, было у него очень неплохое по тем временам образование, он закончил 6 классов полновесной гимназии. В 19 лет, в апреле 19-го года, Александр Ильич вступает добровольно в Красную армию, а в ноябре заканчивает он курсы комсостава и назначается на должность командира батареи 58-й стрелковой дивизии 12-й армии. Воюет он на фронтах гражданской войны с Деникиным, с Петлюрой, становится командиром батареи. В сентябре 2020 года он становится начальником артиллерии и бронепоезда «Коммунар». Участвует он в войне с Польшей, потом принимает участие в боях по подавлению Антоновского, некоторые говорят восстания, некоторые говорят мятежа, все зависит от того, кто как это воспринимает. И с сентября 2021 по сентябрь 2023 года он учится в Петрограде, в высшей петроградской автобронетанковой школе. Затем в сентябре 2023 года он становится заместителем командира бронепоезда. По некоторым данным название бронепоезда было имени Троцкого. То, что по тем временам было вполне понятно и, наверное, звучало героически. Но потом, спустя годы, вот этот аспект, что он служил на поезде имени Троцкого, мог, конечно, оказать весьма-весьма негативные последствия. Но по некоторым данным. Дальше он командует другими бронепоездами. И, наверное, с этого времени его судьба дальнейшая становится связанной с бронетанковыми силами. Если он два года отучился в 2021 по 2023 год в бронетанковой школе, то он один из первых танкистов получил. Ну, не танкистов даже еще. Начал он с бронепоездов. Я думаю, что там изучали-то и броневики, и танки. Да, конечно, я думаю. Дальше Александр Ильич много учится. И с 2024 по 2027 год он учится в военной академии имени Фрунзе. В 2027 году заканчивает он эту академию. И становится в январе 1933 года командиром 3-го отдельного танкового батальона. Служил он в Наро-Фоминске. Потом в военные годы, тяжелой осенью 1941 года, опять же он там оказался. Дальше он растет по служебной лестнице. И вот с июня 1934 года он участвует в формировании, командует отдельным тяжелым танковым полком. В 1935 году в его судьбе наступает, ну, как бы такой очень интересный момент, поворот. В составе советской военной делегации Лизюков едет в командировку во Францию, где принимает участие как наблюдатель в маневрах, так сказать, французской армии. Что, наверное, потом тоже сыграло определенную роль, что вот он был во Франции. Но в то время, как бы это казалось, вот какая интересная командировка. Далее он становится командиром, значит, танковый полк переформируется в 6-ю отдельную тяжелую танковую бригаду имени Кирова. И вот Лизюков становится ее командиром. В бригаде были первые тогда советские тяжелые танки, достаточно нечастые. Это были Т-28 и Т-35. И вот все эти танки в этой бригаде были собраны. В 36-м году, в феврале, Александр Ильич становится полковником. В марте вот он становится командиром этой тяжелой танковой бригады. Награждает его орденом Ленина. И, казалось, его военная судьба складывается благоприятно. Растет он по карьерной лестнице. И, так сказать, ему светит большое будущее. Но... Прекрасная военная карьера. Прекрасная военная карьера. Но случается 37-й год, а за ним и 38-й. И по Красной Армии прокатился он тяжелым опустошающим катком. И, увы, очередь дошла и до Александра Ильича. 8 февраля его арестовывает особый отдел Ленинградского военного округа. Предъявляет ему обвинение в участии в антисоветском военном заговоре. Дал на него показания бывший начальник автобронетанкового управления. Исключают Лизюкова из партии. Увольняют из Красной Армии. И сажают его в тюрьму. Какие же ему предъявляли обвинения? Но сейчас, когда мы читаем это, кажется, ну как они могли всерьез вообще верить в это? Но, тем не менее, вот ситуация была такова, что на полном серьезе ему предъявили следующее обвинение. Что, будучи командиром танкового полка тяжелого, он задумал на параде на Красной площади наехать тяжелым танком на Мавзолей и совершить тем самым покушение на руководителей партии и правительства. Но, по другим данным, он хотел там открыть огонь. Хотя, я думаю, что там вряд ли снарядов. Ну, конечно, какие-то снаряды. Но, тем не менее, как бы это нелепо не звучало, но вот именно такое обвинение прозвучало. Совершить террористический акт в отношении наркома Ворошилова и других руководителей ВКПБ. 22 месяца Лизюков находится в тюрьме. Из них 17 месяцев в одиночной камере. Его истязают, избивают. По некоторым данным, были сломаны у него ребра. В конце концов, подписывают он так называемые добровольные признания. Что вот, да, я там собирался совершать акт, но мы прекрасно понимаем, как такие показания добивались. Пишет он письмо в адрес руководителей правительства и партии. В частности, такая цитата была. «Подвергаясь избиениям, многие арестованные командиры вынуждены были оговорить себя на радость Гитлеру и Муссолини, которым так выгодно обезглавить нашу армию». Писал Лизюков в этом своем письме. И, наверное, был очень даже он прав. Но судьба оказалась милостивой к Лизюкову. И 3 декабря 1939 года, спустя почти два года он сидел в тюрьме, его неожиданно выпускают. В чем была причина? По некоторым данным, арестовали тех, кто его истязал, избивал. И они показали, что они заставляли его признаваться. По другим данным, за него заступались на более высоком уровне. Так или иначе, но волна репрессий пошла на спад. И вот эта небольшая оттепель... Это Бериевская оттепель. Да, небольшая оттепель случилась. И вот в эту оттепель как раз Лизюков счастливо попал. И он вышел из тюрьмы. Хотя, конечно, многие другие его сослуживцы исчезли без следа. Вот ему в этом отношении повезло. Ему Рокоссовскому повезло, который примерно в то же время тоже был другим выдающимся деятелям. То есть, там много всего было. И вот счастливо так сложилась для них конкретно судьба, что вот они вышли из тюрьмы и вернулись в прореженную чистую красную армию. Там много было кого. Я имею в виду, из выдающихся даже людей очень многие в этот момент как раз сбежали. Выходит Лизюков из тюрьмы. В 1940 году становится он преподавателем военной академии механизации и моторизации. С марта 1941 года становится он заместителем командира 36-й танковой дивизии 17-го механизированного корпуса. Перед самой войной Лизюков уезжает в отпуск. И 21 июня, за день до войны, он получает назначение на должность начальника 1-го отдела автобронетанкового управления Западного особого военного округа. А 24 июня, уже на третий день войны, он назначается заместителем командира 17-го механизированного корпуса. Выезжает он из Москвы на фронт в расположении штаба корпуса в Баранович. Приезжает 26 июня в Борисов. И становится... События развивались так стремительно, что то, что ему как бы его предполагали как-то использовать, все это пошло наперекосяк. То есть он становится... Поступает он в распоряжение начальника гарнизона. И действует по его приказам. А начальником гарнизона был корпусной комиссар Сусайков, с которым потом, в 1942 году, Лизякову снова придется встретиться. И назначается он начальником штаба обороны города. И он там в этой должности действует по 8 июля. Собирая материал, я обратил внимание, что у Симонова есть очень такой приметный эпизод, когда он пишет, что... У него, кстати, и в романе его некий там неназванный полковник, а уже в книге своих воспоминаний, написанных в 70-е годы XX века, он конкретно называет, что он с ним встретился. Цитирует. Симонов пишет. «Ехали ночь на 25-е и весь день 25-го. Вечером ворши бомбили, но далеко от поезда. 26-го, или в ночь на 26-е, поезд подошел к Борисову. Известия с каждым часом были все тревожнее. И, надо сказать, мы быстро привыкали к ним, хотя им и трудно было поверить. Рядом со мной в вагоне сидели полковник-танкист и его сын, мальчик лет 16-ти, которого отцу разрешили взять с собой в армию. Это был действительно сын Александра Ильича Лизюкова, который в то время был курсантом танкового училища. И вот они вместе с отцом поехали на фронт. И именно этот эпизод вспоминает Симонов, который с волей и судьбой оказался с ними в одном вагоне. Александр Ильич действует героически. Берет командование в свои руки. Критические моменты боя наводит порядок. Не допускает паники. И в частности, вот из донесения мы почитаем. Полковник Лизюков с 26 июня по 8 июля работал начальником штаба группы войск по обороне города Борисов. Проявил максимум настойчивости, энергии и инициативы. Буквально под непрерывной бомбежкой со стороны противника, не имея средств управления, товарищ Лизюков своей настойчивой работой обеспечил управление частями. Лично проявил мужество и храбрость. Пренебрегая опасностью, товарищ Лизюков появлялся среди бойцов и командиров на важнейших участках и восстанавливал необходимый порядок. Далее Александр Ильич Лизюков, полковник Лизюков, участвует в Смоленском сражении. И здесь тоже совершает довольно-таки героические поступки. Он становится комендантом переправы через Днепр, так называемые знаменитые Соловьевские переправы, где его сводный отряд успешно удерживает эти жизненно важные переправы, по которым окруженные войска выходили. И вот за эти бои указом Президиума Верховного Совета от 5 августа 1941 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с германским фашизмом и проявленные при этом отвагу и геройством полковнику Лизюкову Александру Ильичу присваивается звание Героя Советского Союза и с вручением Ордена Ленина и медали «Золотая звезда». По тем временам это было достаточно редкое награждение, когда война только-только начиналась, и полковник Лизюков стал Героем Советского Союза уже в августе 1941 года. И в боях принимал в том числе и участие его 16-летний сын Юрий, курсант от этого училища. Далее в августе месяце Лизюков принимает командование 1-й мотострелковой пролетарской дивизии. Ну, она была та же первая танковая дивизия, потом была переименована в 1-ю московскую пролетарскую дивизию. Держит оборону дивизия на реке Вопе. Тоже успешно и удачно воюет Лизюков, командует достойно. В начале сентября даже его дивизия оттесняет немцев с восточного берега реки, удержит важные плацдармы, ну и, конечно, приковывает какие-то силы противника к себе. 21 сентября дивизия как раз и была переформирована в 1-ю агбардейскую мотострелковую пролетарскую дивизию. Далее, осенью 41-го года Александр Ильич участвует в боях под Наро-Фоминском и тоже удачно наступление немецкое остановлено под Наро-Фоминском. Дальше они не могут пройти. 27 ноября Лизюкова назначают заместителем командующего сформированной 20-й армией, которой командовал генерал-лейтенант Власов. И какое-то время Лизюков служит вместе с Власовым. И в дальнейшем это тоже сыграло весьма негативную роль в его судьбе. Ну, по крайней мере, в судьбе уже после гибели. Участвует вместе с армией в контрнаступлении под Москвой. Обороняют они Рогачевское направление, Ленинградское шоссе. И 20 декабря 20-я армия получает приказ о начале контрнаступления, наносит контрудар. 12 декабря освобождает Солнечногорск, один из первых городов, которые были освобождены в ходе контрнаступления под Москвой. 31 декабря полковник Лизюков назначается командиром 2-го гвардейского стрелкового корпуса. 10 января получает он звание генерал-майор. И вот герой Советского Союза, генерал-майор. Участвует он в боях, в наступлении Красной Армии. Воюет под Демянском. Корпус действует тоже успешно. И надо сказать, что к весне 42-го года Александр Ильич Лизюков становится восходящей, причем яркой звездой Красной Армии, которому все могли уготовить светлое, хорошее, успешное будущее по военной стезе. В середине апреля Лизюкова отзывает с фронта. И, как мы уже говорили, происходит формирование танковых корпусов. И его назначают командиром 2-го танкового корпуса. Он принимает активную часть в его формировании. В корпус включают в состав 5-й танк в армии. И Лизюкова с командира корпуса назначает командиром уже и армии. То есть, получается, в апреле он командир корпуса, в мае он уже командующий 5-й танк в армии. Но у него все-таки был статус замкомандующего армии. Да, у него был статус замкомандующего армии, 20-й армии. Он становится командующим 5-й танковой армии. В июне месяце, вот как раз в этой ситуации, когда в Ставке и в Генеральном штабе решали вопрос, каковы же будут действия противника летом, и как нам нужно в этой связи поступать, его армию по решению Ставки решили перебросить на Орловско-Тульское направление. И вот если мы с вами покажем карту, если армия стояла сначала юго-западнее Ельца, то ее перебросили с северо-западнее города Ефремов, потому что опасались, опять же, наступления немцев на Москву по Орловско-Тульскому направлению. И вот с этого, пожалуй, момента мы с вами начинаем подробное освещение тех событий, которые произошли. И я бы сказал так, что мы должны начать с вечера 3 июля 42-го года. 3 июля из штаба Брянского фронта поступает указание, приказ о том, что пятую танку в армии надо перебросить назад юго-западнее Ельца. Надо сказать, что, конечно, с одной стороны, это было ожидаемое решение, потому что на юге шестой день подряд шли тяжелые бои, и было понятно, что надо предпринять какие-то меры, чтобы остановить противника. Но все-таки в какой-то мере для Лизюкова и, видимо, для многих других командиров это решение было все-таки несколько неожиданным, потому что они ожидали наступления и на Орловско-Тульском направлении. И вдруг такое приходит указание о переброске. Казалось бы, поступило тебе указание, бери под козырек и выполняй. Но мы должны с вами знать, уважаемые друзья, что генерал Лизюков все-таки не был бездушным исполнителем. Что про это, про него сказать нельзя. Он подходил к делу гораздо более осмысленно. И жизненный его опыт, и военные знания, и военный опыт говорили ему о том, что надо все как следует обдумать. И бывают ситуации, когда начальство тоже ошибается. И вот как я в своей книге пишу. «В свои 42 года Лизюков повидал многое. В его жизни были признания, почести, успешная военная карьера. В ней же, увы, кровавым рубцом остались ошеломительный арест, тюрьма, пыточное следствие. Пережив все это и выйдя из тюремной камеры, полковник Лизюков был возвращен в прореженную чистку армии. На войне, чуть ли не с первого дня, воюя на разных фронтах, в разных должностях, он прошел и через горькие дороги отступления, и через радость первых побед. И считал, что настоящий командир должен иметь думать и за начальство. Тем более, что за прошлые годы, особенно тяжелые месяцы войны, он имел возможность убедиться в том, что начальство не всегда бывает правым». Ну, тут еще можем прямо сказать, что вот это назначение, оно было по всем статьям правильным. Потому что, ну, смотрим, человек грамотный, получивший достойное образование. Один из первых вообще автобронетанковых командиров, получается, закончивший, опять же, академию, причем довольно давно, руководивший первыми тяжелыми танковыми формированиями в Красной армии полкома, бригадой. Штая бригада, что потом ее в 20-ю переименовали именно Сергея Мироновича Кирова, которая потом достойно воевала в ходе зимней войны. Одно только жаль, что человек действительно два года потерял вот из-за этой какой-то чепухи. Потому что, ну, с его знаниями, с его опытом, он в 41-м году, ну, как минимум, корпусом бы командовал уже механизированным сразу же, скорее всего. И вот то, что, к сожалению, такие кадры вот так вот были растрачены, это, конечно, большое, ну, может, не преступление, но ошибка огромная. Итак, мы продолжим. Значит, что делает Лизюков? Опять же, что хотел сказать. Вот в отличие от многих, вот вы правильно сказали, в отличие от многих наших командиров, он имел не только опыт тяжелых оборонительных боев и отступлений, да? Ведь, участвуя в демянской операции, они же все-таки окружили 2-й армейский корпус немцев. Да, потом немцы смогли пробить рамужский коридор, но все равно, первоначально-то нашим сопутствовал успех, в том числе, ну, соответственно, сначала в наступлении 20-й армии он участвовал, в успешном, как мы знаем, потом вот эти действия в демянском. То есть, у человека действительно был хороший военный опыт уже к этому времени. Поэтому, ну, что тут сказать. Опыт довоенный, учеба, знания и опыт военный, вот человек полностью, как бы, был, на мой взгляд, готов. Он, может быть, даже лучше Романенко был к этому моменту, несмотря на то, что Романенко и в Знадии был старше, и репрессиям не подвергался, и тоже, там, одним из первых корпусов командовал. Ну, это командующий 3-й танковой армии, про которую тоже упоминали. То есть, на мой взгляд, вообще вот достойный выбор. И то, что тут человек был думающий, ну, это, ну, как бы, из всего этого видно даже. Ну, да, согласен. Из послужного списка я имею даже. Тем не менее, приказ штаба Брянского фронта поступил, надо было его выполнять. Что делает Лизюков? Он отдает распоряжение начальнику штаба Другову отдать в части предварительные боевые распоряжения о подготовке к маршу. Но сам продолжает, видимо, обдумывать в сложившейся ситуации. Что же в этой ситуации, как лучше было бы поступить? Тут мы, конечно, должны сказать о том, что это нам сейчас, высоты после знания, известные события, как они шли, как они развивались. В то время они этого не знали, многие полководцы Красной армии. Так вот, что думал Лизюков на основании его последующих решений и объяснений? Он явно считал, что наступление на юге не главное наступление и что вот-вот должно начаться наступление на Орловско-Тульском направлении. Вспоминая здесь наши прошлые рассказы, вот я вспоминаю рассказ Николая Смирнова про операцию Кремль. Он там очень внимательно и тщательно этот вопрос расследовал. И применительно к нашей теме, то есть к пятой танку в армии, надо сказать, что операция Кремль в известной мере повлияла на решение о том, чтобы перебросить пятую танку в армут из района юго-западни Ельца в район северо-западни Ефремова. И Лизюков, конечно же, ожидал, что вот-вот немцы пойдут в наступление именно на этом направлении. Не случайно там было указано в данных разведки о причинах переброски, что была обнаружена немецкая мотодивизия, целый танковый корпус. И поэтому, так сказать, можно было ждать наступления там. И вот к третьему июля пятая танковая армия была полностью боеготова, расположилась на оборонительных рубежах. Впереди стояла 300-сориковая стрелковая дивизия, которая должна встретить противника. А за ее спиной в случае контрудара должны были развернуться танковые корпуса с тем, чтобы разгромить пробивающуюся вперед группировку противника. Все было готово, рекогностировка была проведена, все маршруты исследованы, проведены. Были, наконец, подвезены все тыловые запасы. То есть, армия была полностью боеспособной, и было только одно «но». Враг не наступал. И вот Лизюков, оказавшись в ситуации, когда ему надо было уходить из района, где он был полностью готов к обороне, все больше склонялся к тому, что это решение неправильное. И более того, он узнал, что на его место спускается третья танковая армия генерала Романенко. И он считал, что это излишняя передислокация, что можно по-другому это все было сделать. Он предполагал, что для того, чтобы усилить в направлении юго-запада Ниельца, его армию не надо трогать, а на его место спустить Романенко. Вместо того, чтобы его перебрасывать, а на его место потом должна прийти третья танковая армия Романенко. То есть, это были оперативные резоны, армия была готова, и командиры знали. И, конечно, Лизюков предполагал, что сейчас, когда они уйдут, а третий танковая армия только начнет приходить, а вдруг немцы пойдут на наступление, а командиры третий танковой армии не знали этого района. Они не привели рекогностировки, они не подготовили оборону. Для них этот район был совершенно новым. И, конечно, оперативные резоны генерала Лизюкова были очень сильны, и трудно с ним не согласиться. Более того, к такому решению Лизюкову подталкивал и опыт недавней переброски. И вот поговорим об этом чуть подробнее. Три дня армия в условиях, когда еще операция не начиналась, то есть, немцы еще не переходили в наступление. Это была середина июня. Так вот, в этих условиях, когда железная дорога работала по обычному графику, когда не было аврала, и то на переброску армии на 100-120 километров ушло целых три дня. И, конечно же, у генерала Лизюкова были резоны считать, что сейчас на переброску армии уйдет еще больше времени. Конечно же, вот этот первый опыт переброски был весьма-весьма настораживающим. И сразу определенные недостатки при формировании армии, при ее штатной структуре, они стали проявляться. Каким образом? Ну вот, в частности, в отчете начальника тыла, потом мы находим эту информацию, которую, конечно, прекрасно знал Лизюков. Что можно здесь сказать? Когда начиналась переброска, то для погрузки на станции, а потом выгрузки и передислокации вновь в район, автотранспорт истратил огромное количество горючего. Танки сожгли большое количество горючего. И оказалось, что в силу того, что недостаточные были емкости и мощности автотранспорта в танковых корпусах, приходилось часто армейский транспорт задействовать для того, чтобы помогать корпусам перевозить свои запасы. А вот 340-я стрелковая дивизия, 611-й артиллерийский полк, они вообще не имели штатного количества машин. И все их потребности приходилось покрывать армейским транспортом. И вдруг оказалось, что в силу вот таких вот обстоятельств пробег армейского транспорта дошел до 500 и более километров. И запасы горючего еще, я называю, в мирное время, конечно, до начала немецкого наступления, до активных действий. И запасы горючего истощились за три дня. И потом начальник тыла сообщил, что весь лимит бензина исчерпан. И это была трехдневная переброска. Но, в частности, какие трудности возникли? Но вот для того, чтобы танковые корпуса имели три заправки, как это предполагалось, планами, армейскому транспорту приходилось делать до станции погрузки и с выгрузки 100 километров по существующим дорогам. А дороги были в плачевном состоянии. То есть, 100 километров в один конец, 100 километров в друг конец. И 200 вот этот километровый пробег сам по себе съедал уже большое количество бензина. И получалось, что автотранспорт доставлял менее одной заправки за два дня. То же самое было и с продовольствием. Тут, конечно, боец мог и потерпеть. Но бензин нужен был и машинам боевым, и транспортом. И только через неделю запасы горючего в частях были доведены до двух заправок. А три заправки удалось накопить только спустя 10 дней. И, конечно, все это не мог не учитывать генерал Лизюков. Более того, вдруг открылось следующее. Что когда проходила передислокация танковых частей, вот эти вот марши к станциям погрузки, от станции погрузки. Истратили они так много бензина, что, например, нужно было три заправки. Да, и дистопливо. Нужно было три заправки создать для советских танков. А «Матильды» английские, которыми были вооружены две бригады, они истратили еще больше. И нужно было накопить аж пять заправок. Лизюков исходило с того, что не должно быть ситуации, когда бригады, вооруженные разной матчастью, имеют разные уровни бензина. То есть «Матильды» тратили бензина больше. Нужно было пять заправок. И только когда прибыли штатные автороты подвоза горюче-смачечных материалов во второй одиннадцатый танковый корпус, спустя десять дней удалось довести вот эти вот заправки до требуемых там трех и пяти. И вдруг, получается, поступает приказ о передислокации. И все эти запасы, и все это горючее, которое огромным трудом и, так сказать, усилиями героическими шиферов и командования удалось собрать, все это теперь надо было вести назад. Каким образом? И опять, вот мы уже много раз говорили об этом, еще раз вынужден сказать. Большой недостаток был в том, что многие части не имели автотранспорта. Его дефицит был просто, я не знаю, поваленная болезнь Красной Армии того периода. Да и, наверное, и позже. К третьему июля, вот в частности, весь тыл пятый танк в армии имел всего 350 исправных грузовиков. То есть, это была половина требующего числа. Причем, даже один боекомплект для танковых корпусов весил 530 тонн. И штатный корпусной транспорт мог его поднять только три четверти. Остальное же надо было переводить армейскими авторотами, а транспорта не хватало. А что будет, если во время операции потребуется два, три, четыре боекомплекта? Совершенно верно. А как тогда воевать? Чем это все вести? Если танковые части могут удалиться на значительное расстояние, то кто это будет подвозить? Более того, помимо войскового транспорта, армии требовалось как минимум три отдельных автотранспортных батальона. А фактически же был только один. И были еще отдельные автороты подвоза емкостью только на половину автобата. То есть, армии не хватало грузовиков, и все эти запасы как-то надо было везти. А как их повезти, если грузовиков нет? Нет. Это тоже были определенные резоны у Лизякова сказать, что это ошибочное решение, надо по-другому поступить. И следующий момент. Армия готова к бою. Немцы не наступают. Впереди стрелковая дивизия. А у нее транспорта нет вообще? У нее есть крайне ограниченное количество грузовиков для того, чтобы перевезти какие-то боеприпасы и что-то там. Для личного состава транспорта нет вообще. Как ей быть? А она дальше всех от станции погрузки, находится в 75 километрах от Ефремова. Ее как перевозить? Как она будет действовать? И вот в это же самое время уже началась переброска 3-й танковой армии. В тот же самый район, в район Ефремова. И какие же должны быть сроки переброски? И как бы эти части уже погружены. Они двигаются в район Ефремова. Уже какие-то, так сказать, начали продвигаться по шоссе. И им надо было пройти всего 70 километров в сторону Ефремова. Причем без станции погрузки, не выдвигаясь к ним, как надо было действовать частям Лизюкова. Вот все эти соображения в конечном итоге привели к тому, что Лизюков принял очень важное и ответственное решение. Я бы сказал, он не побоялся ответственности. Но тут еще случилось что? 3 июля внезапно пропала связь со штабом Брянского фронта. И Лизюков остался как бы в недосягаемости от понуканий. Ну, вы там когда будете двигаться побыстрее? Что он делает? Он, заручившись поддержкой комиссара, а комиссаром у него был Гай Лазаревич Туманян, с которым у него были хорошие взаимоотношения рабочие, они друг друга понимали, друг друга поддерживали. Он решается обратиться не много, не мало не в штаб Брянского фронта, а в саму вставку. И к самому генерал-полковнику Василевскому, начальнику генерального штаба. Не каждый, наверное, полководец смог бы отважиться и решиться на такое вот решение, что вот минуя через голову своего непосредственного начальства, сразу в генеральный штаб обращаться. Тем не менее, Лизюков обдумывал это решение, оно не пришло к нему спонтанно. Я бы сказал так, судя по документам, по времени их издания, не менее чем полдня думали они над этим вопросом. И в конце концов Лизюков не выдержал и решил все-таки обратиться впрямую в генеральный штаб с тем, чтобы попытаться предложить лучшее, как ему казалось тогда решение. Итак, он идет на переговорный пункт и составляет телеграмму в генеральный штаб. При этом, конечно же, он не хочет, чтобы в генеральном штабе возникали у кого-то какие-то сомнения в его готовности воевать, в его желании воевать. Он понимает, что там кто-то может посмотреть косы и сказать, ты не хочешь воевать, ты предлагаешь вместо себя там кого-то другого. Поэтому текст телеграммы он составил очень аккуратно и жаждал он только одного, чтобы командование использовало его армию наилучшим образом, как он считал было бы, если бы его армию не стали перебрасывать, а просто юго-западнее Ельца перебросили 3-ю танковую армию Романенко. Итак, в 13.30, 3 июля, Лизюков отправляет срочную телеграмму. Москва, Ставка, генерал-полковника Василевскому. Цитирую текст. Получил предварительное распоряжение о переброске армии в район Елец. На мое место направляется Романенко. Это связано с одновременной погрузкой и выгрузкой двух армий в одном районе и исключительно большом расходе моточасов и горючего, так как моя армия в 55 километрах от железной дороги. Кроме того, мы уже изучили наш район и подготовили части в нашем районе. Единовременная погрузка и выгрузка двух армий в одном районе, помимо увеличенной опасности с воздуха, удлиняет время переброски. 340-ю стрелковую дивизию, не имеющую никакого транспорта, находящуюся в 75 километрах от ближайшей станции, перебросить можно только за трое суток. Считаю целесообразнее нашу армию оставить на месте, а Романенко перебросить вместо нас. Обстановка на нашем фронте в самое ближайшее время потребует здесь нашего наличия. Есть опасность удара противника в нашем направлении, когда две армии придут в движение. Просим вашего распоряжения. Вот еще раз мы видим, что Лизюков считал, почти был убежден, как мне кажется, в том, что немцы пойдут на наступление и там, где стоит его армия. Поэтому это была одна из причин, что он предлагал не трогать его армию. Ну, а что логично? Люди же едут, так они же уже в железнодорожных эшелонах. Им проще уже, не выходя из эшелонов, не разгружаясь, доехать до следующей, грубо говоря, станции, там разгружаться и действовать. Ну, то есть, как бы, тут же все логично. Он же вполне здраво предлагал. Да, как мне кажется, это было здравое предложение. И дальнейшие события, я думаю, показали его правоту. Лизюков отправляет телеграмму, комиссар с ним соглашается. Идет время, идут часы. Но распоряжение надо выполнять. Связи нет, Лизюков тянет. Ну, правда, он формально распоряжение, предварительное распоряжение отданы. Лизюков отправляет начальника оперативного отдела Лаврова, полковника Лаврова, на самолете в штаб фронта. То есть, он выполняет это распоряжение. И вот в 7 часов, а сам он находится в штабе 5-й танковой армии в Яблоново. И вот в 7 часов вечера вдруг его вызывает на переговоры начальник штаба Брянского фронта. И вот Лизюков идет на этот переговорный пункт. И что он может предполагать? Что вот он сейчас может ожидать? Что Казаков скажет ему, ты что, через голову там пытаешься с начальством связаться? Ты должен сначала нам докладывать. В общем, всякое разное мог ожидать Лизюков от этих переговоров. Прибывает он на переговорный пункт. И начинается телеграфный переговор. Причем переговор начинается примерно в 7 часов вечера. Но из переговоров Казаков его приветствует, доклад короткий об обстановке. И судя по переговорам, Казаков ни словом ни омолвился о телеграмме. Узнал ли он о ней, или он не узнал, или он решил не говорить. В общем, непонятно остается. Лизюков докладывает. И Казаков интересуется, как быстро сможет армия перейти в новый ей район. Лизюков отвечает по телеграфу. Он говорит, 340-ю дивизию думы направить своим ходом. Опять же, он говорит про 75 километров еды станции погружек. Много хлопот с этой частью. Пишет он. Совершенно нет автотранспорта. Гужевой транспорт не получен. Не на чем поднять тылы, боеприпасы, продовольствия. Также к железной дороге сейчас нечем перебросить тылы. Прошу помочь автотранспортом. Обращается он к Казакову. Прошу также подготовить мне на месте новых квартир не менее двух заправок дизельного топлива. Так как израсходовал до полутора заправок. Еще не имею точно района новых квартир. Послал к вам самолетом полковника Лаврова. Которого прошу принять и дать личные указания. Тут поступает первое оперативное распоряжение. Казаков диктует Лизюкову, что его передовые мотострелковые бригады, которые имеют все-таки штатный автотранспорт, должны быстрее выдвигаться по шоссе от Ефремова к Ельцу, пройти Елец и занять оборону по рубежу реки Снова примерно в 20-30 километрах южнее Ельца. Это первая его задача. После этого Лизюков спрашивает, когда сумеют бригады выйти и когда вы сами прибудете к нам в штаб фронта. Лизюков отвечает Казакову, бригады тронутся в 22 часа. Казаков спрашивает, почему в 22 часа выступают бригады? Можно выступить сейчас? Вы же говорили, что они готовы. На что Лизюков довольно-таки резонно сказал, я решил снять их с обороны с наступлением сумерка. Но я думаю, уважаемые друзья, вы понимаете, почему от Лизюкову так важно было снять их с обороны с наступлением сумерка? Ну, потому что очевидно, что в светлое время, если начинается большая переброска войск и запыляет авиация, противник может заметить. Лизюков хочет исключить вот этот риск. И поэтому он говорит, в 22 с наступлением сумерка. Но Казаков не унимается и торопит его. И диктует, нужно ускорить. Теперь уже разведчики противника не летают, а дело не терпит. Когда я могу ждать у себя начальников штабов? Ну, как бы Казаков, откуда у него информация, что они не летают? Ну, сказал вот так. Ну, вот, ему кажется, что они же летают. Остается Лизюкову только подчиниться этому напору. И Лизюков диктует в ответ. Отдаю распоряжение немедленно сниматься и грузиться. Начальники штабов будут через 4 часа. И вот телеграфная лента, вот эти переговоры длились примерно 3 с небольшой минуты. Но когда их читаешь, там точки запитаны, там же нет вот этого все, там вопрос, надо словами все это делать. То есть, а сами переговоры шли, ну, почти целый час. И в 20-13 переговоры были завершены. И Лизюкову стало ясно, что перед дисклокацией его армии стало неизбежной. Его телеграмма либо была проигнорирована в генеральном штабе, либо они посчитали, ты не суешь, так сказать, свой нос не в свои дела, делай, что тебе говорят. В общем, трудно сказать, но Лизюков понял, что его обращение в Ставку в генеральный штаб не возымело никакого действия. И все идет так, как ему сказали сверху. Перед дисклокация стала неизбежной. Утром 4 июля Лизюков выезжает рано утром из штаба армии в Яблонова и приезжает он в Елец. Стаб Брянского фронта до 22 июня 1942 года находился в самом городе. Но потом, в связи с тем, что попали немецкие документы, мы говорили про дело Майора Рейхеля, штаб был сменен. И штаб Брянского фронта был передислоцирован в такой поселок, восточный Ельца, примерно в 8 километрах, в Новый Ольшанец. И это было сделано очень вовремя, потому что когда началось немецкое наступление, Елец сразу стал подвергаться бомбардировкам вражеской авиации. Но передислоцированный вовремя штаб Брянского фронта не пострадал, и работа там продолжалась, так сказать, ненарушенной. Так вот, Лизюков приезжает в Новый Ольшанец. Там он выясняет, что командующего Брянским фронтом на КП фронта уже нет. А мы знаем из предыдущих наших рассказов, что 2 июля Голиков по приказанию Ставки выезжает в Воронеж, чтобы срочно организовывать там оборону. В штабе остается начальник штаба, генерал-майор Казаков. И постепенно, формально командование на себя начинает принимать генерал-лейтенант Кчибисов, заместитель командующего. Но вот эти все распоряжения Голикова, которые он подготовил еще до своего отъезда, они, несомненно, сыграли значительную роль в том, в определении тех планов, как поступать войскам в этой ситуации. То есть, Голиков уехал, оставил конспективные, очень краткие записи Казакова. И Казаков не случайно потом в телеграфных переговорах жаловался, что он детально не может доложить в Ставку план, потому что его как такового нет, есть только короткие наметки. Тем не менее, вот именно его решения сыграли, в общем-то, ключевую роль в том, чтобы использовать пятую танку в армии. Причем первый раз идея использовать пятую танку в армию возникла уже 1 июля, когда сам Сталин в переговорах с командованием Брянского фронта предлагал продумать вопрос, а он написал так, продиктовал, «Не можете ли вы организовать удар на Мценск, пятый танк в армии, с поддержкой Романенко?» Ну, понятно, что смысл этот удар был отвлечь как-то немецкие силы, ослабить их удар на юге. Но в силу того, что Голиков буквально уже на следующий день уезжает, ему становится совершенно не до того, ему бы Воронеж удержать, а там войск, как мы знаем, мало. И поэтому вот этот замысел организовать удар на Мценск, он, в общем-то, умер, едва-едва роднившись, и никогда он не был притворен в какие-то даже хотя бы планы. Но тем не менее, вот первый раз предлагали армию использовать Лизюкова именно таким образом. Начальник штаба Брянского фронта встречает Лизюкова, и Лизюков, ну, с удивлением или не с удивлением, вдруг обнаружит, что в Ельце присутствует сам генерал-полковник Василевский, который срочно самолетом прилетел из Москвы. И вот эти решения, эта встреча в Ельце 4 июля была достаточно важной, там были приняты судьбоносные решения. Но каким, мы все-таки вернемся к вопросу о том, об этой передислокации. Голиков предложил использовать для контрудара определенные резервные соединения Брянского фронта, и в том числе ключевую роль здесь должна была сыграть танковая армия. На Брянском фронте было две танковых армии, но какую армию использовать, принимал уже решение не Голиков, а Казаков. И вот я пишу так. Вероятно, что в сложившейся на тот момент обстановке, учитывая спешку и недостаток времени на то, чтобы все тщательно взвесить и учесть всякие мелочи, в кавычках, это быстро принятое решение казалось тогда вполне логичным, а именно перебросить подгелец ближайшую к нему расположенную пятую танку в армии. Но в свете последующих событий становится очевидным, что те, кто принимал такое решение, мало задавались вопросом о том, было ли оно в тех условиях наиболее целесообразным. И опять же мы возвращаемся действительно к этому вопросу, что нужно ли было так, что две одновременно танковые армии перебрасываются по железной дороге и занимают пропускную способность. Но вот было принято именно такое решение, ближайшую к району боев пятую танку в армию перебросить. Сам Голиков все более теряет нити управления. Он оказывается в крайне сложной ситуации. То есть он в Воронеже, войск у него нет, на него возлагается ответственность на удержание города, уже немцы переправляются через Дон, но при этом он номинально остается командующим Брянским фронтом. И он, так сказать, пытается руководить и там, и там, и там. Отдает он командующему 40-й армии какие-то приказания. Причем, судя по его распоряжениям, мы видим, что он уже не вполне владеет обстановкой и понимает, что вообще происходит. Но вот в частности он диктует там командующему 40-й армии. Главными задачами войск считать организованный отход на рубеж реки Алым, удержание Горшечного, реки Оскол. К тому времени, как он отдавал эти распоряжения, уже и Горшечное было потеряно, мы говорили об этом. И немцы прорвались уже через Алым, и 40-й армия уже отходит, почти, так сказать, не оказывая сопротивления. И он не знает, что те войска, которые должны были выходить, которым надо оказывать помощь в выходе, они уже окружены немцами. То есть он в Воронеже не владеет вполне обстановкой. 3 июля он получает из Ставки распоряжение о том, а он сделал предварительное предложение, организовать оперативную группу для управления танковыми корпусами. Ставка отказывает ему и говорит, что для управления таковыми соединениями надо использовать Лизюкова с его штабом. И таким образом, по замыслу Ставки, 5-я танковая армия не только организовывала контрудар по врагу во фланг, но и должна стать была организующим таким ядром, вокруг которого остатки вот этих танковых корпусов должны были как раз и объединиться. И тут мы, уважаемые друзья, обратимся к мемуарам. Надо сделать сразу небольшое такое отступление маленькое, что, уважаемые друзья, так сказать, многие выступающие здесь, уважаемые авторы, неоднократно говорят о том, что надо быть крайне осторожными в оценке мемуаров, если мы хотим тщательно, как следует, исследовать исторические события. И я соглашусь с нашими уважаемыми коллегами, с теми, кто выступал для меня, что, да, мемуары – источник крайне, скажем так, противоречивый, и воспринимать его надо весьма-весьма осторожно. Ну, так вот, о тех событиях остался небольшой эпизод в мемуарах и Василевского, и Казакова. Попробуем сейчас мы восстановить истину, на основании мемуаров сравнивая их с документами. Так вот, Василевский пишет, «В ночь на 3 июля корпуса 5-й танковой армии заканчивали сосредоточение к югу от Ельца». Вот эта первая же фраза является неправдой. Они не только не заканчивали, они даже ещё и не начинали. Но вот по какой-то причине уважаемый Василевский написал в мемуарах такую фразу. Потом нам станет понятно, почему это было. Нет, это он не перепутал явно. Дальше Василевский пишет, «Однако танковая армия никаких задач от командования фронта не получала. По поручению Ставки мне пришлось срочно отправиться в Елец, чтобы ускорить ввод сражения танковой армии. Предварительно по телеграфу я передал командующему армии и командованию Брянского фронта приказание немедленно приступить к подготовке контрудара. Произведя вместе с командиром и начальником штаба фронта рекогностировку, ну, рекогностировки-то фактически там не было никакой, я уточнил задачу 5-й танковой армии. И тут я подчеркну эту фразу». Ну и врагов-то в Воронеже был. «Он имеется в виду командующему армии Лизякова». И вот тут очень важная фраза, уважаемые друзья. Василевский пишет, «Так вот, задача 5-й танковой армии. Одновременным ударом всех ее сил западнее Дона перехватить коммуникации танковой группировки врага и сорвать ее переправу через реку. В тот же день я получил указание верховного главнокомандующего отбыть вставку». Ну, он там пишет, отдает он распоряжение, возлагает ответственность за осуществление задания на командарма штаб-фронта и убывает вставку. Те же самые события Казаков, бывший начальник штаба Брянского фронта, описывает таким образом. «Утром 4-го июля на КП Брянского фронта прибыл начальник генерального штаба, генерал-полковник Василевский. Здесь он в моем присутствии уточнил ей задачу, которая, на мой взгляд, была очень осторожной. В 5-й танковой армии имелось около 600 танков, ну, на тот момент там было 427, тогда как у противника с северной Косторной было не более 300 танков. В таких условиях 5-й танковой армии можно было поставить более решительную задачу». И тут, уважаемые друзья, мы видим противоречие. Василевский пишет, что штаб Брянского фронта проявлял пассивность, не ставил задачи, и поэтому я вынужден был приехать и, так сказать… Жестко поставил задачи. Да, и причем Василевский пишет, что «но возложил я ответственность на проведение этого контрудара на командование штаба Брянского фронта». А Казаков, в свою очередь, пишет «нет, это прибыл генерал-полковник Василевский, это он задачу ставил». На мой взгляд, задача была скромная, она может было сделать по-другому. То есть, непонятно, кто отвечал за ввод 5-й танковой армии в бой, и кто вообще отвечал за проведение этой операции. И какие задачи были. И наши уважаемые полководцы спустя десятилетия после войны, они как бы вот тут этот вопрос описывают весьма неоднозначно. Что происходит дальше? Происходит встреча Василевского, Казакова, Лизюкова. Лизюков приезжает как генерал без армии, вся армия еще пока позади. Они проводят короткое оперативное совещание. Общая обстановка какая? Казаков объясняет, докладывает Василевскому обстановку. Что мог на тот момент Казаков знать? Он хорошо знал обстановку на правом крыле фронта, в центре фронта, безусловно. Он знал, как достаточно хорошо идут, подробно он знал, как идут дела у 13-й армии. Но вот что касается левого крыла Брянского фронта, вот тут у нас было большое белое пятно. Там знания его были крайне-крайне ограничены. И понятно, что связи не было. Он точно не мог сказать, что вообще там происходит. Тем не менее, общий замысел контрудара был совершенно очевиден. Они, наши командующие, сходили из того, что враг уязвим, его фланг растянут. И поэтому надо как можно быстрее организовать контрудар по этому флангу, чтобы сорвать переправу через Дон и, в общем, сорвать все немецкое наступление. Более того, к тому времени на Брянский фронт прибывает в полном составе 7-й танковый корпус полковника Ротмистрова. 3-го июля уже в первой части прибывают. Мотострелковые бригады, как мы с вами говорили, они уже находятся на рубеже реки Снова. Замысел они формируют, ну, пока в общих таких деталях. Они собираются привлечь к этому контрудару еще резервные соединения Брянского фронта. А в то время у фронта еще было достаточно много резервов. То есть, начинается работа. Они начинают составлять какой-то такой более-менее детальный план операции. Но едва эта работа начинается, как генерал-полковника Василевского вызывают на узел связи. Звонок из Москвы. Звонит сам товарищ Сталин. Василевский подходит к телефону. Это уже не мемуары. Это уже не мемуары. Это уже не мемуары. Звонит Сталин. В своих мемуарах потом Василевский описал, что вот в силу того, что немцы прорвались к каменке, мне там было поставлено задача, но сопоставление с документами, говоря о том, что немцев у каменки тогда еще не было. Я предполагаю, что звонок Сталина был о том, что немцы прорвались через Дон и уже вот выйдут к Воронежу. И ситуация там становится критической. Именно поэтому он потребовал, чтобы Василевский прибыл назад быстрее в Ставку в генеральный штаб, чтобы они решали о мерах противодействия. И самое важное для нас. В этом звонке Сталин требует от Василевска организовать контрудар немедленно. Самому вернуться в Ставку. И все первоначальные соображения о том, что надо собрать ударную группировку, надо сосредоточить войска, разработать план контрудара. Все это сразу становится неважным. И важным становится только одно. Быстрее начать. Быстрее начать. Ну вот я пишу. Подготовка, общий план удара, цель и задача с учетом изменившейся обстановки, состав действующей группировки, порядок ввода ее в бой, прикрытие авиации, материальное обеспечение, другие важные вопросы надо было решать как можно скорее. И в силу этого, многие части, которые изначально предполагалось привлечь для этого контрудар, приходится исключить, потому что они просто не успевают там сосредоточиться. То есть получается, контрудар реально сможет состоять только из группировки седьмого танкового корпуса и каких-то передовых частей пятой танковой армии. Но и пятая танковая армия не может начать в срок этот план выполнять. Потому что ее надо еще сосредоточить из того самого района, откуда она ушла, потом назад ее возвращать приходится. И тут очевидно, Лизюков в разговоре с Василевским выразил ему свои сомнения в том, что армию удастся быстро перебросить, и она сможет начать эту операцию, задуманную вовремя. И вот тут, конечно, Василевский объявляет Лизюкову свое волевое решение, и он говорит, армия должна начать контрудар фронта, не дожидаясь полного сосредоточения всех своих сил. А теперь вспомню, какую фразу написал уважаемый Василевский в своих мемуарах. Он писал, что я хотел, чтобы одновременным ударом всех ее сил вот такая задача была. Но на самом деле это было не так. И мы видим, что в послевоенных мемуарах определенный ряд наших полководцев все-таки пытался, наверное, как-то свои действия высказать, показать в лучшем свете, что ли. Да ну, конечно, тут-то никаких сомнений нет. И документы говорят нам о том, что нет, не все было так, как написано в мемуарах. Вот таким образом все это происходило. Что происходит дальше? Лизюкову подчиняют 7-й танковый корпус Ротмистрова. И задача предварительная – начать контрудар уже 5 июля. А речь идет о вечере 4 июля сейчас. Какие-то идут предварительные соображения, обоснования. И цель – не дать врагу закрепиться, сорвать его переправу на Дону. Надо спешить. И глубина операции задумана аж на 70 километров. А части даже еще не подошли к исходному району. Василевский улетает. Наверное, стоит сказать о том, что, наверное, в разговоре в этом Лизюков думал, а какова же судьба моей телеграммы? Ведь он отправлял Василевскому телеграмму буквально накануне. Но ни в документах нет следов, ни в мемуарах Василевский никак не упомянул эту телеграмму. И ее судьба – дошла ли она для него? Оказала ли она на него какое-то влияние? Рассмотрел ли он ее? Мы сейчас этого сказать не можем. Но, наверное, этот вопрос беспокоил. Потому что это все-таки было через голову начальства, Лизюков обращался. Ну, вот смелость такую надо было иметь. И он ее имел. Потому что он действительно считал это решение ошибочным. Да, я думаю, что он и лично ему тоже это все попытался рассказать. Возможно, да, возможно. Тут остается предполагать. Просто раз такие события складывались, там просто, видимо, это все отмели. Потому что это уже было, ну, как бы, уже неважно. Раз сам верховный главнокомандующий скомандовал. Да. Но про телеграмму нет никакого упоминания. То есть, упомянул ли ее Василевский в разговоре или сказал, не стоит. Ну, мы уже поняли, да, то, что в мемуарах мы говорим, что я сказал сосредоточиться, ударить одним кулаком. А, оказывается, не дожидаясь никакого сосредоточения. Так вот. Кстати, ничего в этом такого сверхординарного нет. Когда бросались в бой войска по мере поступления, с колес, не имея, так сказать, времени подготовки. Это и немцы так же делали постоянно. Они вот в мае 42-го года так же делали. И потом в 43-м году они так же делали многократно. В этом ничего страшного нет. Тут самое главное другое. Тут уже все зависит от того, какая у тебя комплектность частей. Сколько у тебя транспорта, на самом деле, положенного. Есть у тебя положенный транспорт или нет? Потому что, опять же, чем быстрее ты все равно сосредоточишься, даже те части, которые подъезжают еще на подъезде. Чем больше у тебя будет снарядов и ГСМ, тем эффективнее ты будешь вести действия. И тут мы, опять же, втыкаемся вот в эту проблему, в эту недостаток советской армии именно в автотранспорте. Потому что мы видим, что у нас даже есть подвижные соединения новые, которые даже обеспечены по штату автотранспортом. Но мы видим, что, как у нас всегда хвалят вот эти наши неприхотливые полуторки и трехтонки, да, это очень хорошие машины были, они действительно американские, хорошие автомобили в прошлом были, приспособленные к суровой эксплуатации и так далее. Но это всего лишь полуторки и трехтонки, причем полуторок было заметно больше, чем трехтонок, а, друзья, представляете, начать снабжать танковый корпус, ну, на газелях. Ну, вот чем, ну, как, как, ну, это будет сложно, 3 заправки будете 10 дней вести, елки-палки. Я был поражен, когда увидел в докладе, что боезапас, боекомплект 530 тонн танковых корпусов весил. Это надо сколько машин, чтобы это все привезти? Сосчитайте, если у них было 350 машин в армейском тылу, они с трудом подняли бы один боекомплект. А еще ГСМ надо везти. А уже давайте что-то одно так довезти, либо БК, либо горючее. Выбирайте. Да, тяжелая обстановка. Так вот, вернемся. Вечером 4 июля Василевский улетает в Москву. И Лизюков остается на своем КП в Новом Альшанце со своими мыслями. Причем штаб в Ефремове еще армии. С ним буквально приехало, ну, несколько офицеров, которые на автомобиле, там, на двух они приехали, да. И он оказывается вот в Ельце генералом без армии, армия которого должна уже на следующий день начать операцию. Причем операцию глубиной в 70 и более километров. Он размышляет. И причем перед ним вопросов больше, чем ответов. Ну, например, прежде чем составлять какой-либо план, замысел, надо знать, будут ли у меня войска к этому времени. Он этого не знает. То есть вопросы, на которые нет ответов. Сколько времени потребуется танковым корпусам, чтобы сосредоточиться? Когда их перевезет железная дорога? Какими силами надо начинать ему контрудар? Ждать или не ждать подхода своих собственных честв? Или одним-седневым танковым корпусом? Дальше. Когда? Потом перед ним была поставлена задача и прозвучало слово немедленно. Что значит немедленно? Ночью немедленно. Одним-седневым ТК, то есть несмотря на прошедшее обсуждение, перед Лизюковым оставалась масса вопросов, которые не были прояснены. То есть разведывательной информации нет. Где противник? И трудно было составлять план операции, не решив вот этих всех вопросов. То есть когда прибудут танковые корпуса? И даже боевой приказ войскам нельзя было пока что отдать, потому что и, собственно говоря, письменного приказа у самого Лизюкова не было. Ему сказал Василевский, что директивы ставки последуют. Ожидайте. То есть все пока было на словах? Все пока было на словах. И Брянский фронт тоже ничего не писал? И Брянский фронт тоже не мог там ничего особенно сделать. Но, тем не менее, Лизюков формирует ударное ядро, которое, в общем-то, уже стояло частью на реке Снова, на карте у нас рубеж реки Снова. Там были мотострелковые бригады, которые вышли ночью. Ночным маршем они сумели преодолеть по шоссе и заняли барону на реке Снова. Далее. 19-ю танковую бригаду, то есть свой резерв, который был ближе всего к Ефремову, потому что изначально исходила армия из того, что немцы будут наступать, встретят стрелковую дивизию, корпуса развернутся, а когда в решающий момент я брошу в бой свой резерв. То теперь оказывалось, что резервная бригада становилась первой и головной, потому что она была ближе всего к станции погрузки. Так вот, Лизюков решает подчинить 19-ю танковую бригаду Ротмистрову. Далее. Было предположение использовать в этом контрударе две танковые бригады, которые же вели бои, но они вели бои в районе южнее Тербунов. Это 157-я и 161-я. И Василевский сказал, используйте эти бригады, придайте их там корпусу Ротмистру. Но проблема была в чем? Василевскому, конечно, было легко сказать, используйте эти бригады, но они были в 70 километрах. А кто их будет искать? Лизюков прибыл в Елец буквально с горсткой своих офицеров. Кого он отправит? Где они будут искать? Где они их найдут? И, казалось бы, в этих двух бригадах формально танков было почти половина от 7-го танкового корпуса. Но они были не в распоряжении Лизюкова. Их надо было как-то находить и отдавать им приказ. И некому было их искать. Где их искать? Опять же, они бои, наверное, ведут. И они ведут бои. Выдернуть оттуда. Да, и к тому времени они уже и потери понесли. Но ни Лизюков этого не знает, ни Ротмистров, ни Василевский. И не вполне ясным оставалось руководство операции. То есть, формально 5-я танковая армия подчинялась штабу Брянского фронта. Но из разговора с Василевским выходило, что организация этого контрудара берет на себя ставка и генеральный штаб. В то же время, материальное обеспечение было, опять же, на штабе Брянского фронта. И они должны были все это снабжать. Далее, соседи. Ну, как бы любой приказ идет там. Что делает противник, какие соседи. Какие соседи? Явные соседи у 5-й танков в армии были только справа. Причем, связи с ними не было. Это был 8-й кавалерийский корпус. А слева соседей вообще не было. Далее, продвигаться предстояло с открытым флангом, чем-то его обеспечивать, чем его обеспечивать. Но самое печальное было, что не было никакой информации о противнике. То есть, по-хорошему, некую вводные данные о противнике должны дать вышестоящие начальники. Но они сами мало тогда чего знали. Лизюков ничего не знал, в общем-то, о противнике, который был впереди. Он только приехал сам сюда. Василевский тоже не знал. Штаб Брянского фронта тоже не знал, что там происходит. То есть, это было сплошное белое пятно. То есть, по сути дела, операцию надо было начинать в пустоту, где неизвестно, где был противник. Единственное, что прозвучало для Лизюкова ободряюще. Это был очень важный момент. Василевский сказал Лизюкову, пообещал ему широкую авиационную поддержку. И даже прозвучала неслыханная ранее цифра. 300 сразу самолетов. Василевский сказал Лизюкову, будут поддерживать его армию в предстоящих боях. И, конечно, при такой солидной поддержке надо было подумать о вопросах взаимодействия с авиацией, полотнища эти белые размещать и так далее. Хотя бы для начала представителей какими-то обменяться с теми, кто его поддерживал. Не будем забегать вперед, уважаемые друзья. Да, 300 самолетов было очень солидно. И, конечно, Лизюкова это ободрила. И не случайно он в своем приказе потом этот пункт отдельно оговорил, что да, нас будут поддерживать 300 самолетов. Но самой большой головной болью для Лизюкова была организация переброски армии по железной дороге. Вот здесь как бы его воли не хватало. Да и, собственно говоря, и воли других командующих. Потому что железная дорога могла перебросить только так, как она могла. То есть, у них не могло появиться дополнительных путей, дополнительных локомотивов и так далее. А донесения из Ефремова, то есть, была связь с Ефремовым, где и остался штаб 5-й танковой армии, они были очень неутешительными. Уже сразу другов, полковник другов сообщал, что вагонов не хватает, платформ не хватает, паровозов не хватает. Подаются с большим опозданием. Эшелоны простаивают. Что-то надо было экстренно предпринимать. Ну что, Лизюков, вот тут его как бы полномочия кончались. Не мог он приказать железнодорожникам везти быстрее. И, наконец, решающий момент. В час 15, 5 июля, в штаб Брянского фронта поступает директива. То есть, первый письменный документ о предстоящей операции. Я, уважаемые друзья, позволю себе коротко ее зачитать. Директива, ну, судьбоносная буквально, гласила. 5-й танковой армии нанести удар на землян с хохол задачей. Перехватить коммуникации танковой группировки противника, прорвавшийся к реке Дон на Воронеж. Действиями по тылам этой группировки сорвать переправу. То есть, мы видим, главнейшая задача сорвать немецкое наступление. И, коль немцы уже вышли к Дону... То есть, ставки подозревали, что немцы Дон уже форсировали. Да, они подозревали, что уже немцы... Ну, не то, что подозревали. Шучу. 4 июля стало известно, что немцы форсировали Дон. Далее. Была вспомогательная задача с выходом в район Землянск-Хохол помочь выходу частей сороковой армии, ведущих бой в районе Косторная, ну и там далее написано, подчинив их себе. Операцию начать не позднее, ставка требовала 15-16 часов, 5 июля. Вот такая поступила директива. И вот таким образом командующая армия получает в свое распоряжение первый письменный документ, который регламентирует его действия. И он определяет и цели, и задачи операции, и более того, сроки. Причем обязывает ее начать буквально в тот же самый день. То есть, он в час 15-15 июля получает, а от него требует начать наступление в 15-16 часов. Даже если берем точку отчета, когда Василевский ему сказал на несколько часов раньше, перед тем, как он улетел вечером, но все равно это меньше суток, грубо говоря, до начала наступления. И опять же, друзья, у вас нет ни разведки, ни понимания, кто у вас справа-слева. Вот вам только что поставили задачу. А, силы ваши еще где-то там далеко, за 70 километров. У вас под руками буквально один корпус. Ну, там, со средствами усиления, скажем так. Действуете, так сказать? Да, действуете. При этом, какова обстановка? Вот Лизюков мог знать, ну, как бы по карте посмотреть, было достаточно, чтобы понять, что, а как же мы будем собираться? То есть, головной корпус, вот ему подчинили седьмой танковый корпус этой же самой директивы, корпус Ротмистрова, ему подчинили. Да, он был головным первым корпусом, который был в Ельце, на железной дороге чуть восточнее Ельца, отчасти чуть-чуть южнее. То есть, да, и получается, что головной корпус Ротмистрова находился в 60 километрах от первого объекта наступления. В Землянске, да? Это вопрос такой риторический. Это хороший вопрос. Тогда армии формировались именно смешанные, там были как механизированные танковые корпуса, так и стрелковые дивизии, потом от этой практики уже в 43-м году отказались, когда стали формировать танковые армии, новые организации, где были только танковые механизированные корпуса. Тем не менее, да, вот в этой ситуации экстраординарной, ну, напрашивается вопрос оставить её там и подчинить каким-то местным командирам. Резонно, я согласен. Но, видите, только с получением этого горького боевого опыта стало понятно, что стрелковая дивизия не может угнаться на затанковые. Нельзя впрячь оленя и трепет. Нельзя. Хорошо было под Ефремовым, когда она стояла в обороне на первом эшелоне, на первом рубеже. И битерок и щука. А теперь её надо перебрасывать. И по-хорошему, ведь как должна была армия в ходе боя? Ну, сначала стрелковая дивизия встречает противника, а потом танковые корпуса наносит удар. Но теперь, получается, стрелковая дивизия, которая должна была быть первой, она будет последней. Да. Как-то вала и трепетную лань в Ермо. И я вот пишу. Прячь. Только на мелкомасштабной карте и мог Лизюков увидеть вместе свои разбросанные на огромной территории, растянутые по железной дороге, разрозненные ручьями, речками части. Вся его армия была рассыпанными порознь, горошинами, кружочков и ромбов, ползущими на юг вдоль длинных пунктирных линий переброски. И даже отдалённо, не напоминающими, собранные вместе, компактные, готовые к бою, массированный бронированный кулак. Скорее, это были уродливо растопыренные пальцы, а вовсе не кулак. И вот ими-то и должен был Лизюков бить врага. Уже в тот же день, до назначенного ставкой срока, оставалось всего лишь 14 часов. Ну, а я думаю, дальше мы продолжим с вами в следующий. Ну, конечно, спасибо огромное. Очень интересно, предыстория, конечно, такая серьёзная. Спасибо, друзья. Благодарим вас, те, кто прослушал эту передачу. Ну, особенно тех, кто поддерживает нас на платформе спонсор. Нам это сейчас наиболее удобно. И ролики наши, в том числе вот эти, выходят только благодаря вашей поддержке. До свидания, до новых встреч. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok